Встреча с депутатом 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 Но и в Ахме сейчас будет реновербац, центр Ахминской части. Будет площадь, будет действительно исторический центр. В Ахме строится больница, интенсивно развивается. То есть развиваются обе части города. И Ярвецкая, и Ахминская примерно одинаково развивается. Например, в ближайшее время в Ярвецкой части планируют построить новую школу. А в Ахме планируют построить дом творчества с большим концертным залом. Что будут развиваться обе части. То есть это наше представление. Не надо так относиться друг к другу с такой вот ревностью. Второй интересный вопрос, который бы я отметил в этом выступлении. Вот когда я говорил о том, что будут делать, мне спросили. А вот вы обещаете сейчас, а вот пройдут осенью выборы и что будет? Наобещали, а ничего не построите. Если вы не победите. Вообще действительно многих интересует. Победим, не победим. Наша фирма все время давала прогнозы о выборах. И они всегда совпадали. То есть кто какие места. Я могу тоже сослаться на социологию. Что да, по социологическим исследованиям наиболее популярная партия в Кохт-Лаярве это центрическая партия. И здесь в принципе, наверное, никто уже спорить не будет. Но я решил в этот раз от социологии отойти и просто сделать анализ. Этот анализ любой человек может сделать. То есть по результатам выборов. Вот я выписал себе цифры, которые были на прошлых выборах. Это совершенно недавно было. Еще 4 года не прошло. На последних выборах центристы набрали 7668 голосов. Ближайшие их соперники, преследователи, которые заняли второе место, социал-демократическая партия, 2317 голосов. Практически больше, чем в 3 раза меньше. А реформисты набрали 1026 голосов. Это в 7 раз меньше. Избирательный союз правильный выбор, Пахке, набрал всего 554 голоса. И за эти 4 года практически не произошло никаких катаклизмов, которые могли бы сильно повлиять на изменения. Да, будут очевидно. Голоса не так сохранятся. Но то, что такая пропорция и будет соблюдаться, да, скорее всего. Ну, можно сказать, что, конечно, за третье место будет серьезная борьба между партией реформ, избирательными союзами, которые пойдут. Но эта борьба будет в том случае, если они смогут преодолеть 5-процентный барьер. В заключение хотел сказать, что вот ко мне люди подходят на улицы. Меня многие в городе знают. Я здесь родился и прожил больше 60 лет. Приходят на консультации. Звание от телефона есть на городской странице. Звоните, обращайтесь всегда. Я всегда готов встретиться и обсудить интересующие вас темы. Продолжение следует...